а приветствую вас рукодельница и сегодня в своем видео я хочу с вами поделиться одним лайфхаком таким интересным приспособлением называется куколка для плетения объемных шнуров я вот себе ее как раз приобрела очень интересная покажу как ею пользоваться вообще для чего она вот этот вот скажем такой полезный гаджет для рукодельниц для тех кто вяжет а посмотрите какие у меня получились объемные шнурочки с помощью вот этой как раз таки куколки видите как красиво получается да я раньше делала например завязки я вывязывала их с помощью крючка но когда вот увидела что есть такое приспособление интересное магазин зашла в рукодельный смотрю на есть такая куколка для плетения шнуров получается такой полый объемный шнурочек очень красивый оригинальный вот как раз таки я сейчас делают для завязочки сюда будет пуговички на юбочки до на детской и будет как раз таки хорошо сюда завязочки подойдут потому что не всегда на юбку можно вставить даже незаметную резиночку она как бы начинает ну деформировать до соса самую бочку а завязочки можно регулировать натяжение а и так давайте посмотрим как же с помощью вот этой забавной куколки сплести вот такие вот объемные шнурочки красивые так нам с вами понадобится кукол куколки разные магазинах продаются а есть такие китайские они действительно как куклёшка сделана разноцветные там глазки есть у нее я купила себе примовскую немецкую куколку германскую и к ней идет вот у нее вот такая вот такие вот насадочки есть да который как раз таки цепляет здесь у нее отверстие как раз шнурочек как раз и выходит до скользящий такой и вот такая палочка которой мы будем собственно вязать этот шнурок что мы делаем у меня есть ниточки мы берем свободный конец и пропускаем через эту кукол куда чтобы он у нас вышел вот он выходит у нас ну делаете какую какую хотите абсолютно как вам комфортно я вот придерживаю все равно придется придерживать ее поэтому делаю комфортную такую длину чтобы мне можно было держать что мы дальше с вами делаем нам нужно оплести каждые вот этот вот зубчик мы начинаем оплетать через каждый зубчик накручиваем и все четыре мы вот так заплетаем смотрите чтобы у вас было по по две петелечки а вот верхняя и нижняя да и она очень легко вяжется я сейчас покажу мы нижнюю поддеваем вот так вот петельку сильно не натягивать потому что вам нужно будет ее как бы поддеть да и перри перекинуть вот так берем и перекидываем до перекинули подтянули как раз таки за нижнюю и дальше вот видите вот она у нас ниточка идет и мы ее над петелечкой до которая уже была мы ее над петелечкой вот она она и вот эта петелечка которая была нижняя мы как раз ее перекидываем и так дальше идем по кругу так и вяжем опять берем нижнюю перекидываем и вот очень легко и просто опять в верхнюю которая у нас рабочая нить нижнюю перекидываем верхнюю опять накладываем сюда и перекидываем и вот таким образом мы с вами вяжем 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 шнурочек он вяжется на самом деле очень быстро вниз уходить будет и главное понять здесь принцип очень легко вот он вот так и будет у вас идти верхняя ниточка будет ложиться на нижней и нижним и подцепляем видите подцепляем и перекидываем все вот здесь вот он у вас уже начал расти и так постепенно мы вяжем видите она уже вот она растет дергаем например за ниточку она вот она она у нас как раз шнурочек внутри и появляется он на самом деле очень легко вяжется а вот такая вот конструкция получается видите он туда уходит и вот за эти петелечки мы опять таки вот она верхняя чтобы вам лучше было видно нижнюю а вот я перескочила видите вторую а и так вот она она у меня верхняя нижняя я беру так раз и все очень быстро и легко вяжется вот этот вот объемный шнурок мне это очень понравилось потому что вот эти завязочки они подходят ко всему и в капюшон можно их проделать да если вы там вяжете какое-то изделие с капюшона можно как раз таки вот эти полые шнурочки будут очень оригинально смотреться так вот чтобы вам показать я провязала шнурочек видите вот он отсюда как раз таки и выходит вот он шнурочек у нас объемный полы вот так вот он выглядит и так мы его вяжем с вами до тех пор пока он ну какая длина вам нужно да вот у меня большие такие два шнурочка объемных и я их как раз таки и вижу одинаково как закрыть как мы закрываем мы снимаем полностью шнурочек вот с этих петель и чик закрывать можете как хотите как вам удобно как вы привыкли обычным при обычном вязание да я закрываю крючком я снимаю вот эти все четыре петелечки с него одеваю все четыре петелечки на крючок и одним движением просто собираем и закрываем а либо можете просто отрежете в ниточку в иголочку вдеть и как обычно вот но при вязании спицами собрать каждую петелечку чтобы она не распускалась вот у меня такое вот закрытие здесь видите они он еще до конца не обработаны потому что я буду украшение сюда вставлять вот обычно так вот обычно вот он закрытый видите просто стянула ниточки и все вот он еще до конца не обработаны если мое видео вам было полезно такой вот учебный лайфхак с такой куколкой подписывайтесь на мой канал до новых полезных уроков буду делиться своими секретиками вязание что я делаю какие гаджеты там приспособления применяю поэтому очень удобная куколка мне очень понравилась она облегчает очень облегчает чем так вязать раз сделал красивый оригинальный пол и шнурочек все у меня на сегодня все хороших вам вязальных проектов до новых встреч пока пока